Приветствую вас. Я думаю, что ответ на ваш вопрос можно дать следующим образом. То, что вам не хочется жить, означает, что вы, значит, ну, совершенно очевидно, да, что-то делали не так, что-то делали вы неправильно, что-то вы делали неверно, ну, по отношению к себе, самой, вот. И ваши смыслы жизни, которые, вот, были до сих пор, ваши смыслы, мотивы, вот, они, эти смыслы и мотивы, ну, судя по всему, не совсем соответствуют, не совсем соответствуют тому, что вы, допустим, хотели быть для себя. Вот, это такие, в некоторой степени, в некоторой степени, ложные мотивы, в некоторой степени, ложная такая позиция. Вот, понимаете? И, соответственно, соответственно, то, что вы сейчас чувствуете, да, это вот можно назвать, ну, в некотором смысле, значит, кризисом, да, вот, в некотором смысле можно назвать это кризисом. Потому что те, значит, способы, те средства, которыми вы пользовались для достижения своих целей, да, вот, они не работали. Они не работали, видимо, ну, судя по, судя по тому, что вы, вот, написали, да, вот. И, соответственно, соответственно, можно сделать вывод, можно сделать вывод о том, что вам нужно именно вот корректировать, значит, значит, ну, корректировать свою деятельность, я так полагаю, я так предполагаю. Да, да, то есть корректировать свои действия, вот, которые вы совершаете для, ну, для достижения своих целей, вот, скажем так. Мне представляется история именно такой, именно вот исходя из того, что вы написали, вот. То есть тут только смотреть, тут только исследовать, что вы хотите, да, и что вы для этого делаете. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, ситуация заключается в том, что нежелание жить может в том числе обозначать и депрессию, ну, то есть депрессивное состояние. Состояние, вот, именно вот, нежелание жить, ваше нежелание жить. Депрессивное состояние, в свою очередь, означает, что вы подавляете свои чувства. Ну, именно вот, депрессивное состояние, означает, именно это, подавление своих чувства. То есть, ориентирование, в большей степени, да, именно на, надо, на то, что надо, не на то, что хочу, например, не на то, что вы хотите, вот, а на то, что надо. И, соответственно, соответственно, именно потому, что вы все время руководствуете столько тем, что надо, а не тем, что хочется вам, например. Или вы, например, или вы привыкли руководствоваться только тем, что надо, а не тем, что хочется вам. А среди нежелание жить, потому что то, что надо делать, то вы не хотите, а что-то делать самостоятельно, да, вы себе, соответственно, запрещать. Вот. Вот. Вот он все хочет. Вот запрещает. Вот. Вот запрещает. Вот. Вот. Поэтому не хочется жить. Иногда, но не часто, ну, не часто, но иногда, иногда бывает такая история, вот, значит, что человек чувствует, вот, посыл, типа, обрицательный посыл, негативный посыл, к себе. Ну, это может быть все что угодно, начиная, там, вот, посылок к смерти, да, и заканчивая, просто посыл, что ты, там, ничего не можешь, ты, там, ничего не умеешь, ты, там, вообще никто, ничто, вот, 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 никак, ну, и так далее. Это я, так, чисто, вот, просто, в качестве, в качестве примера, да, вот, привожу. То есть это такая, вот, негативная посылка близких, родных вам людей. Вот. Опять же, не потому что они вас обязательно, там, ну, грубо говоря, не любят, да, или не обязательно, потому что они хотят вам зла какого-то. Вот. Нет. Просто это вот, ну, люди это сами не контролируют, и сами этого, ну, не осознают, сами не отдают себе отсчет в этом. Вот. Такой бывает, такой бывает, да, это неприятно, но, такой бывает, вот, понимаете? И здесь мне, конечно, представляется очень, очень важным, вот, отслеживать, отслеживать то, что происходит с вами. То есть, ну, отслеживать, это вот, это вот эти, ну, эти внутренние посылы, которые у вас имеют место быть, если они имеют место быть. Понимаете? Вот. То есть тут исключительно вот такой аспект. Исключительно. Ну, это все зависит, опять же, от конкретных ситуаций. Вот. Но, совершенно, однозначно, что вот к своим чувствам, да, вы относитесь к крайне негативным. То есть, ну, вы не считаете, что вот ваши чувства, да, там, нужно реализовывать. Вы для себя ничего не делаете. Как бы, как бы не балуете себя, да, как бы не радуете себя, как бы лично для себя ничего не делаете. Вот. Отсюда и, собственно, проблема. Так, ну, именно вот такого плана проблема. Вот. И это то, это все решаемо. Все это решаемо. Вот. Так что выбирайте себе психолога, да, и уже разбирайтесь с ним более подробно. А пока просто подумайте, вот, что бы вы могли сделать для себя. Что бы вы могли сделать просто ради процесса, да. Там, может быть, даже не столько, да, для себя, да, сколько именно просто вот ради процесса. Вот, что бы вы могли сделать чисто ради процесса. Вот. Понимаете? То есть, как бы, мне кажется, что это важный, это важный момент, очень важный момент, вот, просто заметьте, чем вы руководствуете в своей жизни, в течение вот каждого дня, чем вы руководствуете, руководствуете вы, например, тем, что надо, да, или тем, что хочется, вот. То есть, понятно, что, понятно, что иногда нужно руководствоваться тем, что надо, это понятно, вот, но иногда можно и нужно руководствоваться тем, что вы хотите, и получать от этого самое главное, да, получать от этого обратную связь, вот, хотя, какая история. Если вы обратной связи не получаете, допустим, от того, что вы хотите, если вы не получаете обратной связи от того, что вы делаете для себя, то вот вам и потеря смысла жизни, личностного смысла жизни. и как следствие, да, соответственно, уход, вот в этом вот состоянии, когда я ничего не хочу, ну, например, когда я не хочу там, ну, грубо говоря, да, когда я не хочу жить. Как бы. Вот и вот тут всё, вот и всё, вот и всё. Вот примерно так, я думаю, и можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Примерно так. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.